Как вы считаете, возможно, исчезновение России? Что вот Россия не будет? Ну, что значит? Смотря что, под этим понимать. Территория-то останется. Она никуда не денется. Территория не может никуда исчезнуть. Люди, ее населяющие, тоже в основном останутся. Потому что подавляющие люди передвигаться некуда, они не могут и так далее. Будет ли это же государственное образование? Я думаю, что нет. То есть, весьма вероятно, что нет. Весьма вероятно, что на месте этого государственного образования возникли несколько других. Разного уровня развития, разного уровня зверства. Воюющие или не воюющие. Скорее, воюющие друг с другом и так далее. Ну, вот чего, на чем Владимир Владимирович практически пытался поставить крест, это на России, такой, ну, на образе России, если хотите. Ну, вот еще там несколько лет назад за словом Россия, если посмотреть какие ассоциации возникали с словом Россия, то возникали разные ассоциации. Возникали, разумеется, ассоциации всякие, мягко говоря, не сильно симпатичные там, лагеря Сталина, еще что-то, конечно, да, диктатура Иван Грозный. Но возникали и другие ассоциации, возникали ассоциации с тем, что стояло за словосочетанием «Великая русская культура», возникали ассоциации с победой 45-го года, возникали ассоциации с прорывом в космос там, ну, и так далее. Сейчас, за словом Россия, возникает один только ряд ассоциативный – кровь, бомбы, ложь, лицемерия, угроза всему миру и так далее. В этом смысле Владимир Владимирович Россию уничтожил. Кроме того, он пытается… Город на Волге и там преклоняет колено перед памятью героев Великой Отечественной войны. Обратите внимание, что когда он это делает, у стоящего рядом с ним почетного караула, на этот раз нету даже церемониальных сабель в руках. Пять лет назад он был там же, сделал примерно то же самое, и они стояли вооруженные сабли. Может, эти сабли были картонные, но все-таки какие-то были. Сейчас они стоят вообще без оружия в нарушении всех, ну, не знаю, традиций, что ли, этого, этой постановки, вот, когда стоит почетный караул. Вот, значит, нет, я имел в виду не тех людей, о которых вы говорите, значит, но я вообще, кстати, вот про это я должен обязательно сказать, но сначала я отвечу. Значит, нет, я имел в виду у тех людей, о которых вы говорите, у людей, которые живут в России, за словом Россия возникает ассоциация с их жизнью. Понимаете, это как бы не, ну, здесь не о чем говорить, здесь не может быть ассоциативный ряд. Я имею в виду мир, я имею в виду мир, там, Францию, Германию, Америку, там, ну и так далее, да, вот, вот, у мира это вот так. Теперь относительно людей, о которых вы сказали, я думаю, что их либо нет, либо очень мало, на самом деле. Вы говорите, люди, которые с восторгом смотрят и так далее. Таковых, таковых, конечно, есть, потому что сумасшедшие фашисты и так далее есть в любой стране, в любой совершенно, но ни в одной стране они составляют большинство, и в России она тоже большинство они составляют. Людей, восхищающихся тем кошмаром, который творит Российская Федерация на украинской земле, в России не так много. Кажется, что их много, потому что они непропорционально представлены на телевидении. На телевидении действительно очень много. Но это вот как в том, в той шутке старой, что дураков у нас немного, но они все очень грамотно расставлены. Ну да, конечно, если вы берете, я не знаю, исключительно сумасшедших и каждый день их показываете по телевизору, то, конечно, будет впечатление, что все сумасшедшие. Но это не так. Это впечатление может сложиться у человека, который не живет в России, или у человека, который живет в России в каком-то таком, знаете, в анклаве такого, в пузыре. Но если человек передвигается, как я еще совсем недавно, в метро на электричках, на электричках по улицам и так далее, то он видит вокруг себя нормальных людей. Абсолютно нормальных, понимаете? А вот эта вот вся эта истерика, все эти вопли телевизионные, это вообще неизвестно про кого. Значит, народ в России не поддерживает войну. Народ в России, я бы сказал, я бы назвал две, два феномена. Во-первых, народ в России поверил, что на нас напали и что мы защищаемся. Это, к сожалению, да, это успех путинской пропаганды. И второе, народ в России, ну, часть народа в России поддерживает, ну, самые необразованные там и так далее, они поддерживают власть как таковую. Они поддерживают не Путина и его политику, они поддерживают идею власти. И все, что власть делает, ну, в это, по крайней мере, не надо вмешиваться. У них, за ними, столетия невозможности повлиять на государя. Государь делает, что хочет. И самая разумная стратегия, которая от отца к сыну передается, это не лезть в его царские дела. Вот он пусть сам занимается. Поэтому, когда сменится персоналия и сменится вектор политики, они будут точно так же поддерживать другую персональю и другой вектор политики. Послушайте, Леонид, у вас нет людей, близких, друзей, знакомых, родственников, с которыми вы перестали общаться, потому что они по-другому смотрят. Нет ни одного. На называемую специальную военную операцию. Ни одного. Ни одного. Нет ни одного. Абсолютно ни одного. Никто из всех. Светливый человек, потому что у меня их много, к сожалению. Много адресов, по которым я больше не пишу и не звоню. И от которых я ничего не получаю. Вам не повезло. Придыми молчаниями обожаются былые отношения. Не знаю, множество людей среди тех, кто уже не живет в России, у которых та же самая проблема. Ну, знаете, наверное, в социальной психологии есть понятие ошибки репрезентативности, когда мы свой опыт считаем всегда репрезентативным. И она свойственна каждому из нас. Естественно, она свойственна каждому из нас. Может быть, вы не допускаете эту самую репрезентативную ошибку сейчас? Или вы. Говорят, что нет, а может быть и я. Ну, ринг покажет. Да, наверное. Но вот смотрите, пытаются делать какие-то опросы на улицах, оставившиеся еще в России независимые журналисты. Иногда это можно, например, на сайте Радио Свобода увидеть. И вы видите, что многие прохожие, бог знает, что говорят и несут. Это правда. Это тоже нерепрезентативно, как вы считаете? Ну, во-первых, это, конечно, нерепрезентативно, естественно, да. Во-вторых, понимаете, в чем дело? Значит, вот когда... Ну, вообще, это известная вещь, что в условиях авторитарной системы, репрессивной системы надо с большой осторожностью относиться к ответам респондентов. С большой осторожностью, потому что респондент отвечает к нему, подходит и говорит, ты поддерживаешь царя, да? Вот. Он говорит, да-да, поддерживаю. При этом что стоит за да-да, поддерживаю? Может быть, я за него жизнь отдам, он великий, он там, я хочу от него ребенка, я не знаю, что еще, да? Вот. Это один вариант. Другой вариант, ну да-да, поддерживаю, отвалите от меня, у меня свои дела, и вообще я в ваши дела не вмешиваюсь. Знаете, кроме туристской понятии, социальная желательность ответа. Большинство людей, к сожалению, очень боится оказаться, ну вот, то, что как это, out of step, out of step, вне, вне ряда, вне строя, вне, ну вот, не такими быть, как все, да? Они боятся этого. И, ну вот, на вопрос, пожалуйста, отцениваю нейтральную вещь, на вопрос, любите ли вы театр, человек должен ответить, да, люблю. При этом он может на следующий вопрос, когда он последний раз был в театре, сказать, в пятом классе, да, но он не видит противоречия. Противоречия нет, люблю, конечно, люблю. Почему он сказал, да? Ну, то есть вы хотите сказать, что у людей есть подсознательное стремление к политкорректности? Незомненно. Это не к политкорректности, а к тому, чтобы... Выглядеть умнее, просвещеннее, с одной стороны, а с другой стороны, вот, быть в мейнстриме, да? Быть именно в мейнстриме. Это не политкорректность, это мейнстрим. И если весь народ говорит, там, я не знаю, бей хачков, да, то он должен говорить бей хачков. Вот, понимаете, вот, это на самом деле нет, это никакая не политкорректность. И когда весь народ зигует, он будет зиговать. Когда весь народ проклинает Гитлеру, он будет проклинать Гитлеру. Вот так вот, да, он хочет быть со всеми. Он хочет быть вместе со всеми. Это, кстати, ну, Бертолуччо же гениально показано в «Конформисте», да, когда этот самый, как его, Клэрич, главный герой, начинает, значит, обвинять других, что они фашисты, да, будучи сам членом фашистской партии, активистом там и так далее, да. Так что здесь примерно то же самое. Люди, вот, правильный ответ, правильный ответ, это вот такой ответ, да. И обратите внимание, что российские начальники постоянно говорят от некого сообщества, от имени некого сообщества, говорят «мы», да. Путин говорит «патриоты перещелкаем», сто процентов «перещелкаем», да. Не я перещелкаю патриот, а мы перещелкаем, да. Мы как один умрем, мы вот все будем вместе. Ну, в карикатурной форме это в твитах, в этих самых постах Дмитрия Анатольевича Медвезева, ну, в совершенно карикатурной, но это бывает и в некарикатурной форме. Обычно это неадекватно. Ну, что-то. Ну, что-то. Ну, что-то.